Сначала пандемии по всей стране в разы выросло число людей, подававших заявки на пособие по безработице. В центрах занятости Карачаева-Черкесии на фоне режима самоизоляции такие заявления принимались дистанционно, что, к слову, можно сделать и до сих пор. О самых частых ошибках, которые делают желающие встать на учёт в службе занятости, нам рассказала начальник отдела занятости населения, профобучения и профориентации службы занятости Карачаева-Черкесии Алина Батчаева. С 8 апреля этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции постановлением правительства Российской Федерации утверждены новые временные правила до конца этого года для постановки на учёт по безработице. Согласно этим правилам временным, безработные могут, сидя дома, подавать заявление дистанционно, электронным путём через портал «Работа в России». Для того, чтобы признать безработным человека, они обрабатывают эти заявления в течение 11 дней. И очень много случаев, когда безработные граждане, они некорректно заполняют заявление, они не заполняют бланк, резюме, и они ждут, что их признают безработными. На самом деле, или они неправильно указывают адрес, и заявление уходит куда-то непонятно куда. И поступает очень много звонков. На официальном сайте Управления службы занятости указаны номера горячей линии, телефонов горячей линии Управления службы и всех подведомственных центров занятости населения. Они безработные могут по этим номерам позвонить в центр занятости по месту регистрации, если у них возникают трудности при заполнении. А также могут позвонить нам сюда, они звонят очень много. Мы их консультируем, подсказываем, где и как заполнить, и отвечаем на все вопросы индивидуально. Рассматриваем каждый конкретный телефонный звонок и стараемся всем ответить. Ну, самые большие трудности у них возникают при заполнении, как я говорила, заявления. Они при заполнении заявления, безработные, мы уже много раз об этом и говорили, писали, в графе «Адрес» должны указать адрес прописки, постоянные прописки по паспорту. Они указывают в основном адрес по месту жительства, и у них поэтому заявление не проходит. Также у них очень много ошибок при заполнении. Они указывают контакты или родственников, братьев, сестер или третьих лиц, которые заполняли эти заявления. И когда работники центра занятости начинают их обзванивать, они не могут до них дозвониться. И в этом случае они могут принять решение об отказе, принять решение об отказе в регистрации. Они указывают не действующие, не активные электронные адреса. Поэтому все жалобы, которые к нам, большинство жалоб, которые поступают, ну, они необоснованы. Также очень много вопросов у безработных по выплатам пособия. Сразу хочу сказать, что выплата пособия по безработице, она не единовременная. Она выплачивается частями. Она выплачивается с момента признания за первые 10 дней, с момента обращения до момента признания. Дальше идет с момента даты одной перерегистрации до следующей. Работники центра занятости делают запрос в ПФР по факту трудоустройства. И только после ответа полученного с ПФР начисляют вторую часть пособия. Это тоже самый часто задаваемый вопрос. Также, согласно постановлению 844-му новому безработным гражданам, которые стали на учет с мая этого года по август, им, имеющим несовершеннолетних детей, положена надбавка за каждого несовершеннолетнего ребенка до 18 лет по 3 тысячи. Она идет как надбавка к пособию по безработице. Она положена одному из родителей. И она точно так же выплачивается, точно так же, как пособие. Вместе с этим пособием начисляются определенные с момента одной регистрации до следующей частями она выплачивается. Также очень много вопросов от мамочек, от родителей, которые воспитывают детей в возрасте до полутора лет. Интересуются, могут ли они одновременно получать пособие по уходу за ребенком и стать на учет по безработице. Согласно статье 13 федерального закона о государственных выплатах лицам, имеющих детей, лица, которые имеют детей до полутора лет и которым положено пособие по уходу за ребенком, и которые могут стать, имеют право ставить на учет, у них есть право выбора. Либо они получают пособие по безработице и отказываются от пособия по уходу за ребенком, либо получают пособие, но на учет их стать, они уже как занятые считаются, и мы не можем их признать безработными. Они все, читая, они же все смотрят в интернете, они слушают новости, они видели, слышали про это постановление 844-го. И там, говорится, граждане, которые после 1 марта стали на учет, им положено и продление, и повышенные выплаты. И они думают, что всем, которые состоят на учете, которые с января состоят на учете, что им всем положено и продление, и вот эти повышенные выплаты. На самом деле, по этому постановлению, повышенные выплаты предусмотрены безработным, которые стали на учет после 1 марта этого года, в связи с этим, это же временное повышение, и это на 3 месяца предусмотрено. Те граждане, которые признаны после 1 марта безработными, им выплачивается минимальное в размере 4 500 и максимальное 12 130. Также граждане, бывшие ИПшники, индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены закрыться в период пандемии, им тоже выплачивается повышенное пособие в течение 3 месяцев. Очень много вопросов по поводу продления. Но там есть в этом постановлении тоже пункт, что им продлевается период выплат пособия автоматически. Это продление предусмотрено только тем, для тех граждан, которым период выплаты пособия прекращается уже в связи с течением срока выплат после 1 марта. Им автоматически на 3 месяца, но не позднее 1 октября, продлевают выплаты. И размер этих выплат будет зависеть от размера начисления, которое они получали до этого продления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова